доброе утро страна сегодня суббота и хороший день но этот день перед недельным дождем то есть всю неделю ожидается завтрашнего дня дожди ветер сильный и температура небольшая от 5 до 12 градусов всего лишь тепла с учетом того что сегодня где-то около 20 и вчера было 25 даже градусов тепла на улице то есть мы еще выдаст нам сначала мая будет не очень хорошим единственное что вот мы не протянули клайк капельный полив к растениям так как дождей было много слава богу и они не нуждаются в таком поливе им сейчас солнце больше надо но сейчас опять будет дожди виноград уже некоторый схватился усиками за тросики здравствуй страна ну что сказать два дня тепла в 25 градусов и мгновенно погода перестроилась 9 градусов тепла дождь льет и будет лить еще два дня подряд не останавливаясь холодно ветер очень сильный короче вот такая вот весна с сюрпризами ну а погоду вы сами видите друзья полный отстой в этом году конечно воды навалила тьма наверное какая-то авария да уж друзья это ж кто так ехал-то две машины в лоб в лоб обалдеть просто будьте внимательны на дорогах друзья причем удар был такой силы что обе машины сгорели signing весь ейск затопило к чертовой бабушке я уже учат прибыл сюда вот на свет... на свердлого о э�... Дождь. Здесь редкость. Да. Потоп. Парк Никольский. Весь в дожде. Идет дождь. Не останавливаясь. Торопятся, как вот этот вот. Здесь вот как раз машины приехали. Я назад, когда еду. Здесь сейчас загружают, скорее всего, эти машины. Как выяснилось, в этой автоаварии погибло три человека. Два человека сгорело заживо. Погибла женщина-водитель. И вот два пассажира уточняются их данные. Ну что, друзья, я домой приехал. В общем, погода. Сами видите. Что о ней рассказывать. Клубники я не знаю как. Мешает, дождь нет. Цветы есть. По идее, бы сейчас пчелки летали бы. Но идет дождь. Он будет идти еще два дня. Земля, конечно, здесь быстро все впитывает. Но в любом случае, в этом году влага в Ейском районе просто излишняя. Излишняя. Мы даже капельный полив здесь ничего не делали. Смысла нет. Все и так затопило водой. Пойдем в тепло домой. Здравствуй, страна. 10 мая. Вчера весь день и позавчера и всю ночь лил дождь. Все залило. Лепестки, цветочки, даже у клубники все позакрывались. Холодно. Где-то около 8 градусов тепла. Этот день будет тоже самым холодным. Сегодня ночью обещается около 5 градусов тепла. Вот такой вот паршивый май. Трава уже выросла, где я косил. Здесь. Вот, видите, какая уже вымахала трава. Все скосил и опять все выросло. Опять косить. Вот такие пироги. Здесь тоже все заросло. Но это сейчас после как солнце выйдет. Солнце не видим уже третьи сутки, четвертые, по-моему, пошли. Нету солнца. Ну, и холодный такой ветерок дует. Легкий такой, но холодный. Я, как всегда, по-зимнему. Одет, но холодно, реально. Ну, обещают, что якобы буквально вот сегодня еще холодный день, завтра чуть-чуть потеплее. К пятнице, субботе уже будет потеплее. Ха, друзья, воспользовавшись даже этой дурной погодой, так что-то и не наступило солнце. Его обещали. Его обещали. Так, ну да, Лен, тут это подставлять, эти пластиковые штучки. Его обещали ко дню, как говорится, к полудню, но чуть-чуть что-то проступает и опять уносит, и идет, и тут тучи идут, идут, идут. Поэтому прогнозы не соответствуют. Слава Богу, что дождя нет. Вот у нас старое стекло. Разбитое здесь. Вверху какое-то матовое вообще было. В общем, мы справились пока с одним, но второе не будем трогать, мне нужны шурупы. Такие специальные. По этому, по кирпичу. Вот такие у нас есть. Надо еще вот таких штук 10 и вот этих покороче. Тоже штук 10, я точно не помню. Так, сейчас посмотрим. Это у нас, значит, где-то здесь, да. Да, да, да. Все четко здесь. Все тут помогло. Даже ветродуйка. Она весь мусор, шлак, весь выбросила оттуда. Экитетку она липла. Мы сняли ее с помощью фена. Очень удобно, кстати. Тут совершили сначала одну глупость. Ну ладно, мы уже переделали. Сняли стекло опять. Дело в том, что вот эти вставки, они должны не на улице вставляться, а внутри дома. Это первое. И тут водостоки такие, как бы, от конденсата существуют. Ну ладно, мы уже переставили. Сейчас стекло поставим, все нормально будет. Вот сейчас вот все. Дело в том, что вот тут такие сливные находятся. Но, правда, они должны быть еще там в комплекте. Вот эти штучки идти. Я что-то здесь их не нахожу. Посмотрим. Да, это уличная сторона. А то мы сначала что-то обрадовались. Ну, в общем-то, недолго переставили. Так. Здесь получилось несколько иначе. Тут получилось, что тут дровишки такие накидали. Всякие разные. Не было у них, видать. Я уже настолько привык к батареечному инструменту, что просто чувствую себя, как свободная птица. Никаких шнуров тебе. Никаких. Абсолютно. Так. Ну что, други мои. Вот это надо очистить, конечно. Да. Давай. Ты любишь это дело. Шик-шик. Очищать. Скобки я сейчас оторву. Здесь нам подрезать, скорее всего, не придется. Здесь нам подрезать не придется. У них, видать, досок толстых не хватило. Они сделали две вот таких тоненьких сюда. Так, ну ладно. Кто? Ну да. Может быть, даже и потолще. Ну, посмотрим. Давай. Таня, да, плохая. Веник. А я пока пассатижами отдеру эти скрепки. Скрепочки, которыми мы каждую зиму, каждую зиму приколачивали, ну, пришпиндивали при, как это выразится. Пленку, в общем, пристреливали скрепками, чтобы стекла-то одинарные, чтобы было теплее. И на каждую зиму мы пристреливали пленку. Теперь этого уже не будет никогда. Теперь будет только двойные стекла, как у всех, почти что. Видите, дом требует к себе постоянного ремонта, даже тот, который достался вам в идеальном состоянии. А нам достался этот домик в самом убогом состоянии, в котором можно было только думать. Ну, он был целый, конечно, как и сейчас. Не тек, ничего, не крыша. Хорошо. Но все внутренние, все компоненты были, конечно же. Воды не было. Щетчика не было. Практически вообще. Ничего не было. И внутри тоже ничего не было. Обычно даже когда дома покупают, что-то внутри остается, там какой-то, ну, какие-то дворные там, кто-то, метла, лопаты, что-то, какие-то инструменты. Здесь вообще голый дом, потому что здесь жили цыгане. После цыган шаром покати. Они не то, что в доме что-то останется, они даже из дома вынесут. Что было и сделано, они разобрали погреб, вытащили все железо и сдали на металлолом. В итоге погреб развалился. Так что, кто их сюда на жилье пустил, они же здесь не хозяева были, они просто снимали жилье, покуда мы там дистанционного покупали, он еще был под цыганами. Поэтому восстановление очень долгое, потому что все было разгромлено. И нам пришлось все это сделать, вот с каждым годом восстанавливать. И представьте себе, мы седьмой год живем здесь, и вот сейчас меняем здесь окна. Копейка-копеечки, инструмент к инструменту, все методично, плюс огород, постоянные какие-то домашние дела, это покосы, дома электропроводка, там все это. Поэтому люди, которые этого не осознают, они говорят, да где же, где же большие перемены, где же тут новый дом, где тут новый фундамент. Это просто люди далекие от этой жизни, от повседневной. Иногда, кстати, она очень сильно помогает что-то почистить такое быстро, моментально. Вот это вот устройство можно уже убрать, это раньше у меня было такое устройство, воду набирать. Сейчас уже все можно убрать и выкинуть его вообще. Кстати, вот этот шуруповерт меня просто выручает, ударный. Он закручивает вот эти вот по бетону, по кирпичу вот эти вот винты там такие специальные. жуть без всякого усилия. Загоняет вообще ударные вот эти вот шуруповерты. Ну вот эти, как они называются? импакты. Это вещь. Это, можно сказать, убийца шуруповертов. Сейчас шуруповерт у меня исполняет только одну работу. Он сверлит отверстия. Все. Больше шурупы я им не закручиваю, потому что импакт это делает круче намного. Прелесть инструмент. Не ожидал даже, что такое появится в природе. Так, ну все. Тогда я сейчас приношу окно. Деревяшку Деревяшку убираю, да. Так, вынимаем второе окно. Меня смутило просто вот эта этикетка. Она так стоит. Я думаю, это наверх. Я же не каждый день окна вставляю. Поэтому простительно, что я... О, как хорошо. Они до конца не забили. Странно. Но это нам на руку. Либо они сделали ее слишком длинной, что она не забивается. Это будет сюрпризом, конечно. Нет, должна. Не могут же быть такие они, если баркаделы. Вот так вот. Но она долго так простояла. Так, это сюда. Так. Ну что же. Начнем. Вот такие берем. По бетону. Так, центруем сначала здесь. Угу. Что ты туда аж прям завела? Хотела взять. Какой у меня будет икул. Насколько он. Так. Что будем делать? Поднимаем. Так. Вот так нам годится. Не знаю. Нет. Не высоко тат, пена будет. Так, уклончик. Ну это ты зря так вот делаешь. Как? Потому что вот ты самое главное, чтобы уклон такой. Ну вот видишь? Вижу. Ну все. Вот так вот и пойдет до конца. До подоконника. Нам все равно здесь не это. Только сейчас ромнее по этой. По. Отлично. Вот работаю им, да? Вообще ни руку не выбрасывает. Закручивает прям в кирпич там куда-то. Вообще шикарно. Советую переходить на импакты. Нормально. Здесь очень даже хорошо. Так. Теперь сюда. Не дави на раму. Ты его удаливай. Так. Я его делаю, чтобы он относительно этот угол вот так вот развернулся. чтобы ты дугу не делал. Тебе отсюда будет удобнее? Да. Не, отсюда будет удобнее. Все. Теперь мы поставили правильно. Вот они водоотводы. А теперь работа фена. Ну, вот отлично чтобы у нас не портились этикетки ну что друзья внешний вид сразу же изменился брали те старые окошки теперь будет новый так ну что ж давайте посмотрим по огороду я уже заранее знаю но на всякий случай так яблоки вроде должны быть видите с ними вроде как порядок конечно лишнее нас кинет насколько это возможно здесь у нас вторая яблонька не знаю вроде как должны тоже быть да так черешня черешня друзья не будет вся черешня уничтожена апрелем ее к сожалению не будет будут единичные ягодки как вот это все на каждом дереве по две ягодки по три то есть черешни у нас в этом году нет спасибо апрелю он уничтожил все яблонька цветущая сейчас не знаю она уже доцветает и были дожди два дня по цветам били не знаю может чем те будет черешня вторая вот они единичные ягодки три штуки подряд и все так на стволе еще есть кое-где по ягодке там по маленькой вот одна ну и в общем единичные экземпляры то есть черешни в этом году нет хорошо цвела мощно мы думали будем с черешней нет клубника ну что ж дождь ее хлистал два дня выматывал и не знаю я как там насчет клубники но она будет конечно я думаю сейчас солнце встанет хорошенько пригреет землю цветы пойдут дальше в общем короче сюрпризный этот год как и паз и как предыдущие были через этой ерундой все понятно со всеми остальными все понятно счет грушеньки сходим так тут тропинка была гид где-то арбузы здесь посажены все хорошо значит что касается винограда пока еще ничего не известно но я она сказала что так как он себя ведет это пока хорошо потому что вот когда к небу тянутся роски это не очень хорошо а когда раз так и немного приглашиваются так то есть прикупы приклонились это очень хорошо это хороший добрый знак значит виноградов всего достаточно сейчас тянется как раз ко второй строке 20 сантиметровой с виноградом все понятно успели ну по урожаю не знаю еще много предстоит всякого виноград вообще устойчивая культура так грушенька толгарская красавица вроде как должна быть есть вот плоды за куриным портретом а вот сама курица а вот плоды она готова была бы сожрать это все но она не дотягивается в общем груша может быть то тоже у нас чкаловская естественно ничего нет так как ударили да вот это наши цыплята друзья мои видите какие они уже большие все они будут вольготно парк дендрари ну вишни и та же самая история неизвестно все успела она цвести не успела и вот еще одна яблоня которая долго нас ничего не давала два яблока прошлом году в этом году против как соцветия есть и вроде как неплохие посмотрим как все сформируется еще неизвестно в общем как то так ну а шелковица она сама по себе дерево такое устойчивое поэтому ей плевать какая погода честно говоря ягоды скорее всего будут но это будет позже просто очень холодно очень холодно май нас не порадовал до 20 числа я уже сказал мая они о каком купании речи быть не может дай бог еще чтоб погода не уходила ниже десяти градусов просто есть вот сегодня утром обещали 5 градусов тепла то есть ночью будет на утро тоже не есть хорошо виноград допустим плохо когда ниже двух градусов будет очень плохо реагирует на это это считаете что бесплодный год полностью то есть буквально два месяца вот апрель спаганил плюс май уничтожил практически урожай многих вот черешни и вишни ну естественно абрикосов как то так окна стоят сегодня вроде как погу распогодилось вот мы сумели поставить сэкономили время потом может запеним это дело и сделаем накладки и так напоследок друзья их окна мы запенили потом пенку аккуратно снимем здесь будет накладки такие все будет чинно сделано и Субтитры создавал DimaTorzok